Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире очередное заседание парламента Западной Армении. 14 новых депутатов в парламенте Западной Армении. Напряженные бои на Южном фронте. Глава МИД Армении. Подходы Ирана по Карабаху будут детально изучены. Достопримечательности Западной Армении – Дерсим, плачущие скалы. Почему в 1915 году люди подверглись геноциду? Причина была одна – армянский доброволец. 6 миллионов долларов для Арцаха в результате инициативы Rock for Арцах. 29 октября состоялось очередное заседание парламента Западной Армении. В заседании приняли участие президент Западной Армении Арменака Абрамян и ряд депутатов. В ходе заседания были обсуждены текущее положение Республики Арцах, состоялся обмен мнениями. В частности, депутаты предлагали организовать митинги и акции протеста. На это президент Абрамян высказал свою точку зрения, предлагая более конструктивный подход, переговоры и сотрудничество с другими государствами. По окончании заседания было решено организовать конференцию, которая будет посвящена столетию арбитражного решения Утро Уильсона. Конференция состоится 22 ноября в память о дне рождения героя Арцаха Леонида Асгалдяна. Информация о конференции и расписании других мероприятий будет опубликована на нашем сайте. 19 сентября 2020 года на пленарном заседании парламента Западной Армении были представлены 14 кандидатов в депутаты парламента. Мандаты кандидатов подлежали единогласному утверждению депутатами, присутствующими на пленарном заседании. Ниже приведен список новых депутатов, которые будут занимать свои должности до декабря 2023 года. Напоминаем, что депутаты Ваан Бадасян, Акупа Купян, Авет Генаян, Роберт Генаян, Оганес Карапетян, Айка Рамана Цаканян, Володя Аветисян находятся на передовой в деле защиты прав армянского народа Республики Арцах. Депутат Ваан Бадасян был ранен в ходе боевых действий. В течение ночи части армии обороны продолжали вести разведывательные огневые операции в районах расположения группировок противника, в результате чего было уничтожено большое количество боеприпасов и живой силы противника. Об этом сообщает армия обороны. После полуночи силы противника попытались нанести новый удар в юго-восточном направлении, который был остановлен армейскими частями. Войска противника попытались добиться успеха, в том числе в северной части линии фронта, что также было остановлено. Здесь вражеские войска понесли большие потери. Противник продолжал атаковать и мирные населенные пункты. Глава МИД Армении Зукраб Мнацаканян 29 октября принял прибывшего с рабочим визитом в Ереван заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Ракчи. Как сообщили новости Армении, в прислужбе МИД ЭРА в ходе встречи собеседники обменялись мнениями вокруг ситуации, которая сложилась в зоне Карабахского конфликта в результате развязанной Азербайджаном войны и вопросов региональной безопасности. Они выразили обеспокоенность в связи с переброской международных террористов с Ближнего Востока в регион, назвав это серьезной угрозой для всего региона. Мнацаканян подчеркнул, что Армения понимает чувствительное отношение Ирана к новым угрозам региональной безопасности и отметил также важную роль Тегерана в деле сохранения региональной стабильности и мира. В свою очередь, Аракчи представил подходы своей страны относительно разрешения сложившейся ситуации и установления режима прекращения огня. В этом контексте Мнацаканян отметил, что подходы Ирана по Карабаху будут детально изучены. Чудо природы, прозванное в народе плачущими камнями в долине Пулумур в провинции Дерсим Западной Армении с наступлением осени покрывается неповторимой красотой. Плачущие камни на шоссе Тунжелье и Розунка продолжают принимать в осенние дни много посетителей. Это место выглядит уникально в любое время года, осенью с желтым цветом окружающей растительности, а зимой с длинными и высокими ледниками. Скалы, залитые водой из многих источников, на высоте около 20 метров, в естественном виде всегда находятся в центре внимания местных и иностранных туристов. Студент исторического факультета ЕГУ Микаэл Микаэлян, который в течение месяца добровольно участвовал в боевых действиях в Арцахе, также присутствовал на пресс-конференции в Армянском объединенном информационном центре. «Я участвовала в боевых действиях на южном направлении. Это правда, что война очень жестокая, но армянская армия способна одерживать блестящие победы. Я записался в армию, потому что, как историк, я понимаю, что происходит. Какой трагический конец ждет нас, когда армянский народ не выступает против врага», отмечает он. «У меня один вопрос. Почему против нас совершили геноцид в 1915 году? Причина была только одна. У нас не было государства, не было армии», — ответил доброволец Микаэл Микаэлян. Вот почему сегодня так важен императив создания и укрепления государства Западной Армении и как важно национальное единство в строительстве Западной Армении. Благодаря онлайн-мероприятию музыканта для Арцаха «Концерт мира» во всеармянский фонд Айастан будет перечислено 6 миллионов долларов. Инициатива объединила многих всемирно известных армянских и зарубежных музыкантов. На концерте выступили солист системы Фудаун Серж Танкиан, пианист, композитор Тигран Хамасян, Том Морелла, Сепу Симонян, Арто Тунчбойаджан, Арамель Кян, Дафер Юсеф, иранская актриса, музыкант и певец Гольшифте, Фарахани и другие. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг, Бутаня и Елькери и Шарк. 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 Оставайтесь с миром.